Привет, друзья! Меня зовут Иван Савин, вы на моем канале, а я нахожусь в Тульской области. И сейчас мы приехали в Государственный музей-заповедник Куликово поле. И сейчас будем здесь гулять, смотреть. А мы находимся на мемориальном комплексе Красный холм. Тут установлена памятник колонна в честь победы на Куликовом поле. Колонна эта установлена в 1850 году по проекту архитектора Брилова. Также на этом мемориальном комплексе есть брельеф с изображением Куликовской битвы и небольшая вот такая вот смотровая площадка. А это храм преподобного Сергия Радонежского. Расположен он прямо тут же, у Красного холма. В храме представлена небольшая экспозиция копанных артефактов, видимо, с Куликово поле. Внутри храм очень красив, посмотрите сами. Отъехав буквально километр-два от мемориального комплекса Красный холм, мы приехали в музей Куликовской битвы. Это довольно молодой музей, в этом году ему исполняется три года. Снаружи он выглядит очень современно. Теперь посмотрим, как дело обстоит внутри. Но для начала поднимемся на смотровую площадку, расположенную на крыше музея. На смотровой площадке, помимо непосредственно самого вида на Куликово поле, есть еще схема сражения с привязкой к местности. Вход в основную экспозицию стоит 250 рублей. На территории этого музейного комплекса есть также детский музей-квест и временные выставки. Но мы посетим только основную экспозицию. Сразу при входе нас встречает анимированный стенд с временной шкалой, на которой представлены основные даты событий, происходивших во время Монголо-Татарского ига. В том числе и Куликовская битва. При выборе даты проектор воспроизводит небольшую анимацию, повествующую о выбранном событии. Также, как и в обычном музее, здесь имеются копанные артефакты. И спрятаны они, как и в обычном музее, в стеклянные стенды. А это уже викторина на знание истории. В данном случае знания связаны с Куликовской битвой. Естественно, тематика музея выдержана. Здесь также есть вот такие вот аудиокапсулы, в которых можно посидеть, отдохнуть и послушать народный фольклор. Слово о великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевича. Летописные своды вот так вот интересно оформлены, с подсветкой. Но все равно ничего не понятно. Мини-панорама воспроизводит вид с башни крепости. Так, идем дальше. На всю стену коридора проекторы воспроизводят какой-то исторический фильм. Так, еще один артефакт. Лодочка-долбленочка. Видимо, на таких переправлялась войска через реки. А это у нас снова планшет и какое-то чтиво. Чтиво тут, кстати, представлено очень много. Можно залипнуть надолго. Макет, повествующий о ударе засадного полка. Вид сверху. Толком ничего не понятно, где кто. Все смешалось. Люди, кони. В этом зале транслируют фильм, посвященный битве на четырех экранах. Происходит всего рода стильный эффект. Видео вокруг тебя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А сейчас спускаемся на нижний ярус музея. И сразу по центру располагается интерактивный макет, естественно, Куликовской битвы. Он представлен в виде пирамиды. На нем показано, как двигалось войско на поле битвы, где располагалось войско. С помощью этого интерактивного макета можно легко сориентироваться на поле и проследить за ходом битвы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Представлена амуниция воинов той эпохи. Так же, как в классическом музее, руками трогать экспонаты нельзя, а некоторые вовсе под стекло убраны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нашли небольшой зал, где показывают фильм о реконструкторах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот довольно интересный стенд, кстати, аудиовизуальный. На нем выбираешь героя битвы и слушаешь через специальный ретранслятор рассказ от первого лица. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так же тут тоже можно залипнуть и про всех послушать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А дальше все как в классическом музее. Стенды, экспонаты, артефакты, макеты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Музей очень крутой. Прямо вообще советую. Обязательно к посещению. Хотя я не люблю музеи, но этот очень крутой. Напоминает чем-то Гданский музей. Музей Второй мировой войны в Гданске. Вот здесь ссылочка. Можете посмотреть. Советую. Ну так вот, этот музей не хуже. Очень крутой. Ему всего три года. Достойный. Очень интересный. Много интерактивных всяких штук. Там планшеты, схемы, викторины. Чтиво много всякого. Прям круто. Так вот. Посетили музей. Сейчас идем гулять на Нижний и Верхний пруд. И написано, что есть этнодеревня. Сейчас посмотрим, что это. Если честно, то так себе. Ничего особенного. Ну, собственно, и прогулялись мы вокруг прудов верхнего и нижнего. А это этнодеревня. Нифига не этнодеревня. Это просто гостевые домики, где можно остановиться, снять номер. Либо можно целый дом снять. Остановиться большей компанией и переночевать. Сам комплекс этот весь, он находится на месте старой деревни. Маховое. От которой сейчас практически ничего не осталось. Кроме как фундаментов и каких-то разрушенных стен. Ну все. Мы движемся дальше. А музей очень крутой. Всем советую. В нескольких километрах от музея Куликовской битвы находится село Монастырщина. И здесь находится мемориал героям Куликовской битвы. Рядом с храмом Рождества Богородицы располагается аллея памяти и единства. Вдоль нее установлены памятные знаки городов и земель, воины которых участвовали в Куликовской битве. В конце аллеи установлен памятник Дмитрию Донскому. Ну что друзья, вот быстренько пробежался я по мемориалу, по этому героям Куликовской битвы. Мемориал такой небольшой, видно старенький по сравнению с предыдущим музеем Куликовской битвы. Тут памятник Дмитрию Донскому, плюс города-обелиски героям-участникам Куликовской битвы. Храм, также есть музей. Музей совсем маленький, мы в меня даже не пошли, потому что по сравнению с предыдущим, наверное, тут ловить нечего. Но это мое мнение, я тем более там не был. Кто сходит, расскажите, напишите, как там. Либо кто был. Ну в общем, поделитесь своими впечатлениями. Ну все, наверное, посетили все знаковые места Куликовского поля. Родина наших побед. Ну и все, всем пока. Кто смотрел меня до конца, тот молодец. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!